Семья Исаевых – учительская династия, которая насчитывает 4 поколения. Родоначальником династии была бабушка Анны. Она проработала педагогом почти 50 лет. Потом по стопам своей матери пошла Зоя Андреевна, мать Анны. Зоя Андреевна долго преподавала в городе Грозный. Ребята были мной довольны, родители тоже. Я была очень довольна учениками, они меня до сих пор любят. Вообще в городе Грозном особое отношение к учителям в Чеченской республике. Потому что учитель для них – это человек, дающий знания, что-то сродни Богу. Поэтому для меня всегда было удивительно это отношение к маме, к учителю. Это глубочайшее уважение, это всегда поздравление. И сейчас мама остается для них второй мамой, продолжает оставаться для своих выпускников. Пример мамы и бабушки сыграл свою роль в выборе профессии. Анна уже с детства знала, что тоже будет учить детей. И выбор мой выпал на любимейшую мою профессию – математика. Физико-математический факультет, математика, информатика. Но вести мне в школе пришлось физику. Потому что когда стала устраиваться на работу, был учитель физики требовался. Дети мои пошли по моим стопам. У Любы тоже математический склад ума, как и у Кирилла. Показывают успехи. Видно, передалась любовь к предмету, передалась с генами. Ученикам Анна также старается передать любовь к своему предмету. Как у любого хорошего учителя, у нее есть свои маленькие секреты и приемы, чтобы сделать непонятную физику доступной и интересной. Этот урок насыщен опытами. Потому что физика – такая практическая наука. И я показываю им интересные опыты на грани, когда они просто, глядя на то, что происходит, они просто открывают рот. Я говорю о том, что это все можно объяснить только благодаря знаниям и науке физика. Старшая дочь Анны изначально хотела стать врачом. Но в процесс выбора профессии вмешалась, можно сказать, сама судьба. Хотелось надавать сначала химию, биологию, поступать на врача. Но тут пришла любовь моя. Мы с мужем своим познакомились. Я подумала, куда я уезжать, отсюда не увидимся. И не стала я сдавать по химии и биологии. Мы это знали только сейчас. Так любовь продолжила учительскую династию. Молодой педагог в четвертом поколении работает учителем физики в Новодарковичской средней школе. Приемная дочь Екатерина и младший сын Кирилл, как и их мама, тоже питают любовь к точным наукам. Но пока определяются с выбором профессии. Для Исаевых семейные ценности – это не просто пустые слова. Они строят свою семью таким образом, чтобы для каждого она была маленьким миром. И о своих ценностях Анна очень хотела рассказать. Таким образом, они стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». Те номинации, которые были, больше мы, конечно, подходили к «Хранитель традиций» педагогической династии. Получается, у нас любовь, она в четвертом поколении учитель. Да, и наша династия, она насчитывает, получается, 6 педагогов, да, но папа немножко работал учителем, и более 125 лет, то есть стаж педагогической работы. Мама 50 лет, я 25, Люба, 3 года. Бабушка более 50 лет тоже работала, мы смотрели по трудовой. Поэтому решили принять участие в конкурсе. Конечно, это какое-то было такое пересмысление, потому что все-таки, ну, это вся жизнь. То есть жизнь школы, она переплелась с нашей жизнью. Екатерина Пенько, Дмитрий Матеров, События, Брянск.